вот и пришел снег долго ждать не пришлось пока что еще на улице плюс плюс 2 но ночью будут минусовые температуры и немножко у нас будет несколько дней холодно сейчас в теплицу пошли закрывать дополнительными пленками посадки всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 10 апреля у нас вчера хоть и не было таких сугробов не намело как во многих районах россии но снег вчера был видите вот это остатки снега и уже потому что он не растаял весь видно что температура не очень высокая близко к нулю ночью было 0 плюс 1 и очень смешно в такую погоду выглядит та сетка для притенения от яркого солнца которую я накинула несколько дней назад когда было очень жарко видите какие скачки погоды какие капризы то была такая жара что приходилось предохраняться от солнца теперь такой холод что даже снег не тает я как всегда иду в теплицу проверять температуру сейчас все вам покажу как я уже говорила я заранее ожидала похолодания предприняла некоторые меры ну во первых у меня всю ночь здесь работал инфракрасный обогреватель и я сюда зашла здесь прям тепло во вторых дополнительные были пленки накинуты вот смотрите у меня было два слоя теперь сегодня у меня вот один нетканый одна пленка и еще один не тканый который к томатам этим я хотела создать более многослойный более многослойное укрытие и избавиться от лишнего вот этого конденсирования потому что три пленки они все-таки сейчас мы заглянем внутри и посмотрим поимела это успех или нет здесь 8 градусов напомню что на улице 00 плюс 1 где-то так час внутри посмотрю залезем пришлось даже старую грязную пленку использовать мыть было некогда оказалось что не все постирала осенью я их не успела так ну вот внутри 10 градусов температура нормальная но все-таки конденсата много все они в капельках и я вот не знаю открывать сегодня или не открывать их для проветривания открывать не очень хочется долго и во первых а во вторых на улице холодно и все равно как сказать то вам быстро это не просохнет я вчера просушивала целый день сейчас буду думать такая температура вот плюс 10 в этой температуре они могут сидеть и день и два и поэтому они у меня будут вот с такими с накрытиями сегодня еще и завтра две холодные ночи одна зрительница спросила не вытянуться ли томаты если они вот под таким укрытием там мало солнца все я считаю что пусть они вытянутся лучше чем замерзнут это во первых во вторых в холодной температуре когда не очень комфортно им томаты обычно не вытягиваются мы знаем когда вытягивается рассада и сами томаты когда солнца мало света но когда тепло здесь не тепло они будут стоять в одной паре никуда они не вытянутся так и еще у меня же не только это теплая теплица у меня еще придомовой теплицы не всем повезло так как этим что с инфракрасными обогревателями там они ничем не обогреваются сейчас посмотрим еще тех но как я говорила не всем повезло томатам не всем хватило места в теплой теплице там у нас элита конечно которые только для раннего урожая от которой мы надеемся получить ранние плоды что-то перенесли домой а вот это те которым места не хватило ни дома не в теплице видите вот это придомовая теплица у меня я им там соорудила такой шалашик и в этом шалашике маленькие томаты молятся о том чтобы скорее пришло тепло но свечку я поставила только сейчас утром и она сделала с этими я накрыла их пленкой вечером включила вот этот вот ветродуй надула в течение часа туда тепла и все запаковала конечно температура у них очень там низкая 1 0 на улице и там близко к этому вот короче вон термометр главное не видно я вижу там всего 23 градуса сейчас вот свечка им поможет днем то у нас не сильно тепло тоже будет такая же температура свечка им поможет вот про свечу хочу сказать ее можно оставить и на ночь просто мне вчера не охота была железное ведро искать в мерах как нужно соблюдать меры безопасности вот для этого нужно эту свечу устанавливать не просто вот как я в крышечку на полочку а в железное ведро в крайнем случае если она наклонится если она упадет железном ведре ничего не случится она или догорит или потухнет как вы понимаете что там горит нечему вот так на полке можно только днем потому что я хожу туда-сюда я за ней буду наблюдать ладно этим не повезло не хватило места есть еще более опущенные томаты которые совсем не опустила вниз потому что места нигде нет вот это это та лишняя рассада которая после высадки в теплице ранние сорта скороспелые которая в принципе наверно уже не пригодится отдать и никому не отдашь потому что так рано скороспелки никто не высаживает и вообще никто не высаживает до открытого грунта и и дотянуть сложно потому что она с коротким сроком вегетации рассада сейчас начнет портится ну как израстать она в 200 граммовых стаканчиках конечно надо открытого грунта не доживет и вот я ее держу там не знаю что с ним делать все тут конечно им холодно и еще один будут одну ночь сидеть и еще одну ночь сидеть сегодня еще не тканой тканью я заброшу потому что вот в этой теплице я стою тут один градус как на улице ну все еще два дня будут сидеть вот так мы перезимовываем холодные ночи он сейчас рыжего надо запустить персика от одной к другой двери навадился ходить через теплицу и пока он дверь вот эту не отогнет не расцарапает не залезет в теплицу а потом домой он не успокоится будет сейчас орать на весь участок ладно все до свидания